Дамы и господа, здравствуйте! Меня зовут Рик, и мы с вами продолжаем наше прохождение Клирик без HP. Сразу же по вашим просьбам я показываю вам описание души Куэлак, которую в русском переводе назвали Квилек, которую я уже комментировал кучу раз, что меня это бесит просто. Но почему-то я забыл её в прошлый раз показать, поэтому показываю её сейчас. Тем временем, в предыдущем эпизоде, как вы поняли, наверное, я убил Куэлак, я также убил Неутомимого Война или Сислис Дисчарджа, даже не спрашивайте меня про перевод этого имени, опять же. Получил 20 тысяч опыта с него, точнее душ, и всё так же продолжал прокачивать себе выносливость. Здесь вы видите такой неслабый сразу же кат, я вышел из, ну, убежища или логова Куэлак, как кому удобнее называть. И, вы знаете, возвращаясь к нашему разговору про появление Куэланы, она так и не появилась. То есть, на Википедии было сказано, что Куэлана появляется после того, как вы встретились с Куэлак, но так её и не было. И, если честно, я вообще теряюсь в догадках теперь, что мне нужно делать. То ли это потому, что я сейчас ходил пустым, то ли потому, что всё-таки действительно обязательно нужно это пламя пиромантии, я не знаю. Я уже теряюсь в догадках, если честно, мне без разницы. В принципе, что можно сказать про Куэлану? Куэлана, у неё почему-то есть прозвище Мать Пиромантии, точнее, не почему-то, а, как я говорил, она научила, обучила пиромантии некого пиромантия, Куэланта Соломона, который, в свою очередь, придумал какие-то новые пиромантии. Наверное, потому и было сказано Мать Пиромантии, потому что, как бы, на её учениях была создана новая пиромантия. То есть, она, грубо говоря, Мать этой пиромантии. Но, тем не менее, у меня здесь был выбор, что делать дальше. Либо мы идём обратно к Файрлинг Шрайну, либо, как я обещал, пора показать вам всем Ашлейк, или озеро... Как оно называется? То ли как-то Смольное, то ли Озеро Золы. Какое-то очень глупое название, если честно по-русски, на мой взгляд. Но, тем не менее, по-английски называется Эшлейк. Поэтому я всё-таки решил, что пора его показывать. Потому что, ну, Файрлинг Шраймы всегда успели туда вернуться. Ничего там такого суперэкстренного не случилось. Хотя, как сказать, как сказать. И, кроме того, походу я решил попробовать пофармить Осколки Зелёного Титанита. Как вы, может быть, помните или не помните, чтобы прокачать мою Алибарду. Потому что она уже... Алибарда Небеса. И для того, чтобы прокачать её до плюс пяти, мне нужны Осколки Зелёного Титанита. Обратите внимание на описание Отравляющего Тумана. Там как раз-таки была информация про того самого Игни, про которого я говорил. Тот самый прислужник Паучихи, этой прекрасной госпожи, который обзавёлся яйцами и начал ей прислуживать. Вместо того, чтобы продолжать творить пиромантию. При этом, как было сказано, он был изгнанником даже в болотах. То есть он что-то совсем уж такое делал. Творил такое, что, в принципе, было непозволительно. Тем временем, для тех, кто не знает, я убиваю этих слезняков для того, что... Не для того, а потому, что с них может выпасть достаточно такой мелкий шанс выпадения. Но может выпасть сразу пять кусков Зелёного Титанита. То есть с них падает одно из двух. Либо с них падает осколок Большого Титанита. Либо с него падает сразу пять осколков Зелёного Титанита. Разумеется, для меня это будет идеальный вариант. Но, как я и сказал, шанс выпадения достаточно мелкий. Как вы видите, у меня сейчас всего лишь одна человечность. То есть шанс дропа увеличивается со 100 до 150 вроде как. Ну, шанс дропа не конкретно этой вещи, а вообще в целом какой-либо вещи. То есть, грубо говоря, у меня на данный момент было 11 humanity, 11 человечностей. Можно было бы, конечно, весь этот шанс выпадения вещей поднять до... До скольких там получается? Там максимум 150. А после этого каждая humanity вроде как прибавляет ещё 10. То есть, грубо говоря, 240 что ли получается. Где-то так, да? Ну, примерно. У меня с арифметикой сложновато. Особенно, когда я комментирую и не особо подготовлен. Тем не менее, медленно, но верно, я продолжаю их убивать. Как вы видите, пока что, в общем-то, мне не везёт. И небольшой спойлер. Если честно, мне так и не повезёт с ними. Повезёт только в самом-в самом-в самом конце. Ну, как бы, вы в этом эпизоде этого не увидите. Потому что я, в общем-то, заснял немножко больше, чем предполагал заснять. Заигрался. Время было. Время позволило, как говорится. Но, тем не менее, вы, может быть, уже могли обратить внимание на то, что самый по себе эпизод достаточно длинный по отношению к моим предыдущим эпизодам. Это моё такое небольшое извинение за то, что последние эпизоды были такими короткими. Я нашёл, так сказать, всё-таки хоть какое-то время. Записал больше, чем предполагал записывать. И таким образом решил сделать эпизод подольше. Тем не менее, также вы можете видеть описание жертвенного клинка. На самом деле, ничего такого суперинтересного там не было. Как я и говорил. Вот, казалось бы, жертвенный клинок, что-то интересное. Хотя, ну, как сказать, там единственное, что меня заинтересовало, что, оказывается, жертвенный клинок восстанавливает вам здоровье. Когда вы им бьёте, я этого лично не знал. Если, опять же, верить описанию. То есть, грубо говоря, принцип такой же, как я понял, как и... Кольцо, которое мы подбирали в глубинах. Но, опять же... Там, всё-таки, если я не ошибаюсь, здоровье восстанавливается. То есть, тогда, когда вы получали души. А здесь оно восстанавливается, тогда, когда вы наносите урон. То есть, всё-таки разные вещи. Поэтому, может быть, для какого-нибудь прохождения, где, допустим, нельзя пользоваться эстусами, это была как раз-таки очень такая важная вещь, которая позволяла бы отхиливаться. Тем временем, как вы видели, если осколки не падают со слезняков, то можно их всегда подобрать вот там. Но, разумеется, там всего лишь один осколок, а не пять. Как они могут упасть? Но, что поделаешь. А тем временем, мы уже переходим в новую локацию. Кто-то может сказать, что здесь тупик. Ничего подобного. Попрыгайте в стены, или хотя бы побейте их, и там будет два, две потайные стены. То есть, первую, как вы видели, я только что разбил. Вторая за сундуком. И, вуаля, мы переходим в новую локацию. Полость, или просто Great Hollow. Как-то так ее называют, если не ошибаюсь по-английски. Хотя, может быть, и ошибаюсь. Не помню. Только через эту локацию вы можете попасть в Ash Lake. Это единственный путь. Причем путь, который я лично просто ненавижу. Я терпеть не могу эту локацию. Она еще больше, я ее ненавижу, чем Blight Town. Потому что, казалось бы, ну что здесь такого? То есть, просто деревья и ничего страшного. На самом деле, может быть, если бы я, конечно, почаще сюда ходил, мне бы было гораздо проще. Но поскольку я в полости был, ну, раз пять, наверное, за все время, а в Ash Lake вообще всего лишь один раз, не считая конкретно этого прохождения, мне очень сложно было искать правильные проходы и так далее. А именно в полости здесь все сделано так, что даже если вроде как на первый взгляд вы можете пройти, на самом деле вы там пройти не можете, а из-за того, что физика в игре, ну, кривовато, мягко говоря, из-за того, что вы где-то не можете пройти, какая-нибудь ветка, которая там касается вас на миллиметр, может столкнуть вас в пропасть. И такое у меня в результате и будет, но будет потом, вы это все увидите. Ну, а пока что медленно, наверное, вот видите, вот, пожалуйста, яркий пример, я чуть не свалился просто потому, что, ну, вроде как чуть-чуть левее спрыгнул на ветку. То есть вот таких вот случаев будет полным-полно. Тем временем здесь у меня произошел такой небольшой казус, я вообще не понял, что случилось, похоже, что у меня отвалился интернет на какое-то время и произойдет то, что вы сейчас увидите. А именно вот это. Но, тем не менее, восстановился я, так сказать, когда я зашел обратно в игру, восстановился я почти на том же месте, так что ничего страшного. Поэтому мы продолжаем. С этими лягушками надо быть осторожней, точнее, даже нужно быть остороженными не столько с ними, сколько с их этим дымом, туманом, как хотите называйте, потому что если вы будете слишком долго в нем стоять, то у вас будет проклятие. В общем-то, каждый раз в своих предыдущих прохождениях, когда я покупал камень очищения, я покупал его всегда именно для этого места, потому что здесь я очень часто получал проклятие. Ну, как видите, здесь я уже играю более осторожно, не стою на одном месте, поэтому все, в общем-то, более-менее успешно получается. Честно вам скажу, я мог бы, мог бы вырезать здесь много всего ненужного, мог бы вырезать все свои ненужные, так сказать, не туда, даже не знаю, как правильно сказать, все свои неправильные походы. То есть, поскольку, как вы видите, грубо говоря, это лабиринт. Это лабиринт, не похожий на лабиринт. То есть, здесь есть огромное количество путей, как вы можете пойти, но правильных единицы. Поэтому я не вырезаю свои все эти неправильные похождения, потому что я считаю, что для тех, кто здесь никогда не был, это, в общем-то, будет, наоборот, полезно, посмотреть, куда идти стоит, если вам что-либо нужно, и куда идти не стоит, если вам это не нужно. Кроме того, здесь также расположено много айтемов каких-то, каких-либо вещей, которые лежат именно в таких, на первый взгляд, недоступных местах, и большинство из них я соберу в этом эпизоде. И опять же, вы сможете увидеть, нужно ли вам, нужен ли вам такой-то титанит, или не нужен. Тем временем, если поговорить о природе зарождения этого места, то на самом деле мне вообще абсолютно сказать нечего. Грубо говоря, что, вот, если так вот отдалиться от конкретно того, что сейчас происходит на экране, и подумать, что мы видим. Мы, грубо говоря, идем внутри дерева, внутри огромного дерева, внутри которого есть еще одно дерево. Экзибит сейчас улыбается, небось. И при этом мы спускаемся все ниже и ниже. Причем не пойми куда. То есть, грубо говоря, мы уже сейчас гораздо-гораздо глубже, чем то же самое логово Коэлак. И как бы вообще непонятно, как такое место образовалось. Но, как ни странно, это еще далеко не все. Потому что для тех из вас, ну, я не знаю, может быть, конечно, есть такие, кто никогда не видел Эш Лейк, может быть, кстати, и есть. Я, в принципе, не исключаю такой возможности. Вы поймете, что эта игра действительно просто, ну, поражает масштабами. Немножко. Этот айтем у меня, к сожалению, забрать так и не получилось, если я не ошибаюсь. Мне просто стало лень. Я много потом возвращался туда, чтобы спрыгнуть и взять его. Если честно, я так и не взял его, поэтому я даже не знаю, что там лежит. Но у меня такое ощущение, что там очередной какой-нибудь титанит. То есть, в основном, здесь повсюду лежат осколки красного, голубого и белого титанита. Тем временем, оказалось, вот мы уже и, как бы, вроде как на дне. Ничего подобного. Как вы видите, здесь есть такие дыры, в которые очень легко можно провалиться, если вы не будете смотреть под ноги. И лучше, так сказать, лучше избегать таких мест. И все-таки, несмотря на то, что я смотрю все время наверх, пытаясь понять, как мне можно забраться наверх, чтобы забрать эту гребаную вещь, меня чуть-чуть несколько было раз, когда я чуть не свалился вниз. Кроме того, по поводу Эш Лейк, что еще можно сказать? Я обязательно, мы с вами, даже после вот моего вот этого посещения этой локации, мы обязательно сюда вернемся. Я вам это гарантирую. Зачем секрет? Как бы намек сделаю такой, что там будет завершение одного квеста. Разумеется, наши про-игроки в Dark Souls сразу же поняли, о чем я говорю. И поэтому понимают, что я буду там показывать. Кстати говоря, в связи с этим я хотел бы попросить вас об одной вещи, которую я вот обратил внимание очень часто в последнее время происходит. Я, наверное, понимаю, конечно, что некоторые из тех, кто смотрит мои видео, ну, грубо говоря, как бы смотрят их потому, что, ну, вообще, вот, мое понимание такое небольшое, почему люди смотрят прохождение чужих людей. потому, что они хотят посмотреть на другие идеи. Соответственно, каждый раз, когда я говорю о том, что, вот, если вы догадались или, может быть, вы понимаете, о чем я намекаю и так далее, я это делаю по одной простой причине. Я это делаю потому, что я не хочу проспойлерить сюжет тем, кто еще никогда, так сказать, не знал каких-либо вещей о Dark Souls. И каждый раз, когда я чего-то не договариваю, я специально не договариваю это по той причине, чтобы рассказать об этом попозже, то есть, показать наглядно. Потому, что любой может рассказать, любой может прочитать. А вот, увидите это внутри игры, это уже совсем другое. Соответственно, у меня к вам народ просьба, прекратите, пожалуйста, даже если вы такие проигроки в Dark Souls, вы поняли мой намек, то не нужно сразу же его раскрывать. то есть, вот этот яркий пример о том, как я сейчас сказал, зачем мы сюда вернемся, я не сомневаюсь, что кто-то сейчас попробует написать, что там будет в комментариях. И, честно вам скажу, я пока что еще не думал о такой возможности, но у меня все больше и больше появляется желание самому удалять такие комментарии. Единственное, почему я этого не делаю, потому что возможно все-таки кого-то так сильно будет распирать, чтобы почитать, грубо говоря, что же, о чем я там намекал. Но, опять же, народ, это мое личное мнение, я лично терпеть не могу, когда мне что-либо спойлерят без моего желания. Поэтому прошу вас не спойлерить, то есть, не писать комментарии, а поскольку я знаю, что всегда есть те, которые сделают наоборот и, скорее всего, будут писать комментарии, будет одно из двух. Либо я буду удалять ваши комментарии, либо я просто желательно, не так, настоятельно же рекомендую тем, кто не хочет получить какие-либо спойлеры и тем, кто не понимает, о чем я говорю, лучше просто не читать комментарии, потому что там, скорее всего, будет что-то, что очень сильно вам проспойлерит игру и уже тогда, когда я покажу вам это в самой игре, у вас, ну так сказать, впечатление от всего этого резко ухудшится, потому что, ну грубо говоря, вы будете уже знать, о чем я собираюсь вам рассказать в таком-то эпизоде, потому что, кстати говоря, если вы не обратили внимания, но очень часто в своих названиях эпизодов я всегда делаю намек на то, что в них происходит, поэтому, опять же, те, кто знает о игре, сразу же могут понять, что там будет. но, тем не менее, мы все глубже и глубже спускаемся вниз, и, в принципе, в общем-то, наконец-то мы вроде как дошли до самого низа, то есть, вот эти грибы символизируют о том, что, ну, грубо говоря, уже все, ниже некуда, пришли, приехали. и сейчас здесь мы увидим достаточно интересных существ, которых, в принципе, если вы где-либо еще и можете увидеть, то только в лесах, если я не ошибаюсь, да, там есть два здоровых гриба, а мелкие грибы живут, в общем-то, здесь, то есть, то ли они здесь растут каким-то боком, то ли еще что-то такое, я не совсем понимаю, но вообще интересный момент, о котором мне вот лично хочется как бы услышать комментарии ваши на эту тему как раз-таки, это то, что, понятное дело, что мы знаем об одном грибе, который, в общем-то, помимо того, чтобы нас попытаться убить, может у нас с нами еще и разговаривать. Я сейчас говорю про Элизабет. Элизабет, это гриб, в общем-то, который не мог ходить, во всяком случае, на тот момент, когда мы с ней встретимся и встретились для тех, кто уже играл в DLC, разумеется, ну, я думаю, так, процентов 80 из моих зрителей. Соответственно, мне не совсем понятно, то есть, грубо говоря, что это за грибы, что они здесь делают и кто они такие вообще, в конце концов. А главное, почему Элизабет, грубо говоря, была с корнями, а эти грибы уже с ногами. То есть, такое ощущение, что что они, за тысячу лет, типа, ноги отрастили, или как так, не совсем понятно. Но, тем не менее, наконец-то, наконец-то, мы приходим в Эш-Лейк, либо, как его перевели по-русски, озеро Золы. И, как вы видите, это дерево явно не единственное во всем этом мире, потому что вот куча таких же деревьев, как мы их можем видеть. Кроме того, из видео в Ате Виде о 10 фактах, которых вы не знали, я также узнал о том, что в данной локации, если вы смотрите на небо, начинает играть музыка. Если вы не смотрите на небо, то музыка не играет. Но, как вы видите, чем дальше вы идете вглубь, грубо говоря, локации, тем чаще будет играть музыка. То есть, потому что, грубо говоря, ваш обзор камеры в любом случае захватывает хоть немножко небо. Достаточно интересная вещь, которую они сделали в этой игре, а не это разработчики, я имею в виду. Но, тем не менее, здесь также есть и такие интересные существа. Например, гидра еще одна. Если кто не знал, то это вторая гидра во всей игре. При этом, эта гидра в разы сильнее, чем та, которую вы можете найти в той локации, название которой я опять забыл. Там, где мы брали травяной щит и так далее, и так далее. И где ходит куча големов по непонятным причинам, опять же. Но, тем не менее, Эшлейк. Казалось бы, что это такое? Что это за локация? И что она здесь вообще? Ну, как бы, то есть, какое, какую, какой смысл она несет в этой игре? И для того, кто, так сказать, впервые просто сюда приходит, ну, наверное, первая мысль будет, что, ну, это просто еще одна локация. Но, как мы с вами уже знаем, как мы с вами, я имею ввиду, опытные игроки в Dark Souls, Dark Souls всегда всему есть своя причина. Соответственно, здесь эта зона Эшлейк, она не исключение. Как ни странно, Эшлейк является домом для кого-то, о ком уже, ну, грубо говоря, давненько позабыли. Если так можно вообще выразиться. Тем временем, здесь я увидел очень странную вещь. Как вы видели, эта гидра просто испарилась. На самом деле, ничего подобного. На самом деле, она готовилась к прыжку. И сейчас она меня неслабо напугает. Как вы видите, надо мной только что пролетела эта гидра. То есть, грубо говоря, она выпрыгивает с одного, с одной стороны озера на другое, если можно так еще выразиться. И на Википедии я прочитал об одном забавном баге. Эта гидра, как бы, когда она прыгает так, как она только что прыгнула, в общем-то, ничего не происходит. Но, если она вдруг, если так получится, что вы вынудите ее, и она попробует перепрыгнуть назад, то там есть какой-то баг, благодаря которому гидра, грубо говоря, немножко не допрыгивает до воды и касается земли. И как только она касается земли, она сразу же умирает. Что, на мой взгляд, крайне-крайне забавно. тем временем, я также вспомнил о комментарии, который мне был вставлен одним из вас, о том, что в Эшлейк есть чудо. Чудо, которое позволит мне с легкостью убить демона прибежища, которого пока что мне убивать так и не получилось. И, соответственно, я отправился ее искать. Я помнил, я помнил, что она где-то здесь, я не мог вспомнить конкретно где. То есть я помнил, что она именно где-то в этой локации. И, как вы видите, вон там, на грибах где-то вверху, на втором этаже, если можно так выразиться, что-то лежит. И я вспомнил, что вот это она и есть, что вот это и есть то самое чудо. Тем временем, вы можете обратить внимание на то, что от вот этих вот грибов я достаточно так успешно убегаю и почему-то с ними не бьюсь. И на самом деле я считаю, что я делаю крайне грамотно. Потому что, как вы видите, у этого гриба хп, ну, дай бог, елки-палки, так немало, прям скажем. Я бы сказал, что у него хп примерно столько же, сколько у Хейвла. Может быть, немножко поменьше. При этом, у меня такое ощущение, я ни разу не получил удар от этого гриба, но по своим воспоминаниям о том, как когда-то я получил от него его ударом, он меня ваншотнул. Когда я был примерно, когда у меня было столько же хп. То есть, может быть, мой армор, конечно, меня спасет, но у этих грибов атаки просто обалдеть, какие сильные. Поэтому я вам крайне не рекомендую с ними драться. Если их несколько, а если он один, вы, конечно, можете попробовать, но пеняйте на себя. К сожалению, я не мог вспомнить, как туда добраться. Сначала я подумал, что нужно запрыгнуть на грибы, но потом я понял, что это идея в любом случае идиотская, потому что, в конце концов, Драк Солс это не Марио. Особо тут не попрыгаешь вверх, только вниз. Поэтому понял, что нужно искать какой-то другой способ. И вот здесь, на самом деле, я считаю, что в таких ситуациях можно очень хорошо оценить возможность писать эти сообщения мелком. Потому что первый раз, когда я пришел в Ash Lake, я просто увидел надпись в определенном месте, просто надпись здесь. И я начал рассматривать, что же здесь было, и наконец-то до меня дошло в какой-то момент, о чем был намек. То есть, куда нужно было прыгать и что нужно было сделать. А сейчас вы это увидите. Я вспомнил, что надпись была где-то здесь. Я начал смотреть вниз. То есть, надпись была именно в моем предыдущем прохождении. Я просто помнил. И я вспомнил, что нужно было прыгать вот сюда. И вот это и есть тот самый проход к тому самому айтему, к этому самому чуду. И вуаля, как я и сказал, большой волшебный барьер. Требует 24 веры. Немало. Но на самом деле, эффект тоже дает крайне-крайне хороший. Также у меня здесь появилась крайне глупая идея попробовать подраться с Гидрой. Глупее я еще ничего не придумывал. Хотя нет. Листью себе явно придумывал. Понял, что лучше все-таки отхилиться и с ней особо не драться. Потому что хорошим это не закончится. Если я не ошибаюсь, все-таки попытаюсь сейчас в нее покидаться копьями молний. Ничем хорошим это не закончится. И после оставлю все эти попытки. по моим подсчетам одно копье молний должно сносить Гидрия, которую мы другую знаем, так сказать, которую в общем-то приходится в любом случае убивать. Ну, должно снести у меня такое ощущение где-то ну, одну ну, где-то одну десятую ХП. Ну, где-то так. Примерно по расчетам здесь одно копье молнии не снесло явно и одной тридцатой. Поэтому я понял, что с этой Гидрой все-таки лучше не связываться. Кроме того, если я не ошибаюсь, за эту Гидру душ дается что-то там тоже гораздо больше, чем за Гидру, которая гораздо-гораздо выше находится. относительно этой. Тем не менее, как я и говорил, все-таки Эш-Лейк имеет какое-то свое предназначение. Вряд ли это локация, в котором просто Гидра одна живет и куча ракушек ходит. Наверняка здесь все-таки есть что-то более интересное. И если вы так считаете, то в общем-то вы не ошибаетесь. Потому что в принципе в Эш-Лейк находится что-то или кто-то что в общем-то может казаться для кого-то самой великой находкой в этой игре. Если вы просто сюда случайно забрели и наткнулись на этого персонажа, я думаю, восторг у вас будет зашкаливать, если вы, конечно, действительно живете этой игрой. А именно намекаю я вот на вот этого индивида. Узрите, неверующие, еще один дракон полноценный елки-палки. Никакой не мутировавший, никакой там не бесчешуйчатый, а полноценный настоящий дракон с четырьмя крыльями и все как положено елки-палки. Знакомьтесь, вступление в драконий ковенант. Ковенант пути дракона, по-моему, так он называется. Dragon Path. В общем-то это единственный, если я не ошибаюсь, полноценный сохранившийся дракон. То есть коломит не в счет, потому что как кто-то говорил, что у коломита не четыре крыла, а два, то есть он какой-то, ну, типа больше как дрейк все-таки, чем полноценный дракон. Хотя, кстати, Гот говорил другое. Тем не менее, есть одна очень интересная особенность у этого дракона. Несмотря на всю свою величественность, он абсолютно ничего не имеет против того, чтобы отрезать ему хвост. Более того, когда я впервые это увидел, я подумал, что этот дракон сейчас взбесится, и вы никогда не сможете вступить в коминант. Нет, ничего подобного. Он и в коминант вас пустит потом, и ничего страшного, так сказать, не случится. Здесь вы можете обратить внимание на то, что у меня резко кончились мои души. Я использовал все те души, которые у меня были в карманах, плюс те, которые я уже набрал. Вкачал, опять же, себе выносливость, но, к сожалению, пока что-то все равно не хватает для того, ценно армор элитного рыцаря. А тем не менее, как вы видите, я проскипил вперед и увидел, что гидра уже снова находится на своем прежнем месте. А я продолжаю собирать вещи, которые валяются по этой локации. По поводу драконьего ковенанта, в общем-то, что можно сказать? Когда вы в него вступаете, вы получаете драконья ока, или как-то так она называется. Также вы получаете в результате за продвижение в ковенанте сначала вы получаете драконью голову. Вот еще одна летающая гидра, точнее все та же. Зрелище дух захватывает. А во втором уровне ковенанта вы получаете уже тело дракона, которое позволяет вам бафать себя на урон. Оно вроде как тоже какую-то защиту предоставляет, но не особо большую, прям скажем. Чтобы продвигаться в ковенанте, вам нужны чешуи драконьи. Их вы можете фармить в долине драконов, дрейков, точнее, по-моему, так и называется. Не драконов, а дрейков. Или они сами просто называются дрейки, не совсем помню. Но тем не менее. И также еще, что забавно, участники ковенанта могут между собой пвпшиться, они призывают друг друга. При этом, если я не ошибаюсь, тот, кто выигрывает, получает драконичью шую. Тот, кто проигрывает, не теряет ничего. Что, в принципе, мне всегда нравилось. Но, опять же, грубо говоря, это гораздо реже вы найдете того, кто к вам. При этом, если я, опять же, не ошибаюсь, по-моему, участник драконичь ковенанта к вам не инвейдит, а именно оставляет свой знак, а вы его призываете для пвп. Но я сейчас могу ошибаться, я сейчас не помню. Тем временем, вы видите уже мой путь наверх, обратный. Собственно, я, опять же, мог бы это все вырезать и проскипить, но я этого делать не стал по той простой причине, что, опять же, может быть, кому-то будет интересно посмотреть, как вылазить теперь из этой дыры, если можно так выразиться. Еще раз повторюсь, что в Ash Lake мы еще вернемся. Думаю, всю дорогу туда я показывать точно не буду. некоторые айтемы я тут уже пропускал, потому что мне уже надоела эта зона, именно зона полости. Ash Lake мне, в принципе, нравится, а вот полость это просто кошмар. и также еще, что я вам еще не показал, так это то, как я собирал некоторые вещи, которые я пропустил, пока спускался вниз, и сейчас вы это все увидите, опять же, в ускоренном режиме, потому что, ну, в общем-то, неохота слишком уж надолго затягивать весь этот эпизод. по поводу тела дракона и головы дракона был забавный баг когда-то, который пофиксили, если я не ошибаюсь, только в самом последнем патче. Именно этот баг, кстати говоря, если я не ошибаюсь, позволил подтвердить факт о том, что максимальный уровень игры в Dark Souls это 711. Почему 711? Потому что, таким образом, на 711 уровне вы максимально повысите все свои статусы, точнее, статусы, а все свои статистики, ну, или характеристики, как скажете. То есть, грубо говоря, здоровье, выносливость, сил, ловкость, интеллект, всякие там сопротивления, что там еще у нас есть, ученость и так далее, и так далее, и так далее. Это 711. Как это, как получилось это все проверить? В общем-то, баг был достаточно забавный. Дракон мог дышать огнем. Не совсем так. Голова дракона позволяла игроку дышать огнем. И был забавный баг, когда, если вы использовали эту самую возможность дышать огнем, но при этом успевали в момент до начала самого дыхания огнем и уже после нажатия на кнопку, грубо говоря, успевали поменять активную ячейку, айтем, которую вы используете, на какую-либо душу, то вместо того, чтобы дышать огнем, начиналось бесконечное разбивание души и заканчивалось оно только тогда, когда заканчивалась выносливость у у вашего персонажа. То есть, грубо говоря, пока персонаж дышал огнем, тратилась выносливость. Когда выносливость кончалась, дыхание тоже прекращалось. Таким образом, имея душу какую угодно, сначала все всегда прокачивали выносливость на 100, а после уже прокачивали все остальное, все остальные статы с почти что нескончаемой выносливостью, потому что выносливость, если вы максимоките на 100, в общем-то, это очень много и тратилась она очень медленно. Вот такие вот дела. И таким образом, набрав что-то там около... Я уж не понял. Сейчас вот я навру с цифрой, по-любому ошибусь. Нужно то ли то ли 8 миллионов, около 8 миллионов. Нет, стоп, что я несу? Больше. По-любому больше. Я не понял, там была какая-то конкретная цифра, сколько нужно было душ, не могу сейчас вспомнить. Но там что-то, по идее, чуть ли не близко к миллиарду, кажется, потому что миллион это совсем мало для 711-го левела. Но тем не менее, также вы можете здесь видеть теперь уже другую вещь, которую я делаю, а именно я ловлю у маленьких этих слезняков. Почему? Ну, во-первых, потому что, кто не помнит, они еще мои заклятые враги с... как его... моего прохождения в Game Plus, когда из-за одного слезняка я умер три раза прямо перед манусом, я это, наверное, никогда не забуду. Но тем не менее, как вы видите, здесь я умудрился из-за них умереть, а смысл есть в чем? Что, как вы знаете, если пройти рядом со слезняком на его не убить, то он исчезает. Чтобы он снова появился, он исчез не безвозвратно, он, на самом деле, может вернуться. Как видите, я опять умер в том же самом месте, гениально, ну, почти в том же самом. Что нужно сделать? Нужно сделать одно из двух. Либо, грубо говоря, нужно вызвать экран загрузки, то есть яркий пример это косточка, это телепортация из одной локации обратно туда-сюда, либо самый простой способ это просто выйти из игры и зайти в нее опять. То есть, грубо говоря, это позволит выйти из игры, сразу же зайти в нее и уже этот самый слезняк будет перед вами. Вы также могли видеть сейчас мою гениальность, которую я называю приступ лемминга. Когда вы умираете на одном месте, после этого идете туда же и вы умираете там точно таким же способом. Я называю приступ лемминга. Но, тем не менее. Как вы видите, у меня достаточно большие проблемы с тем, чтобы найти проход нужный как, куда и зачем идти, а идти туда можно, в общем-то, по нескольким причинам. Во-первых, с каждого слезняка в этой локации падает очень много мерцающего титанита. То есть, по два обычно падает всегда. Если он только не повезет очень сильно, то упадет один. Но, вроде как, чтобы такое, чтобы вообще не падало, такого, по-моему, не бывает. Кроме того, самое главное, зачем сюда ходят многие спидраннеры. Спидраннер это тот, кто играет в игру, то есть, ну, на скорость ее проходит. Здесь очень рано в игре можно получить титанит слэб. То есть, титанит слэб это не осколок, а кусок титанита. Да, помните, кусок титанита, который позволяет покрочать оружие до плюс 15, с плюс 14 до плюс 15. Это, в общем-то, очень важный момент, потому что титанит слэбов, 100% падающих в игре, я не помню, сколько, один это точно с демона в приближище со второго, это 100% дроп, а все остальные, если честно, я и не помню, где-то, по-моему, еще лежит какой-то, но больше я не могу вспомнить. Вот, наконец-то, я нашел эту самую локацию. Всего в этой локации этих слезняков около 7, если я не ошибаюсь, я забрал примерно то ли 4, то ли 5 этих слезняков, и, в общем-то, мне надоело, то есть, титанит слэб мне так и не выпал, но, как ни странно, он мне особо и не был нужен, то есть, гораздо, что более важно, я считаю, мне выпало много зеленых осколков титанита, что, в принципе, как раз-таки для меня крайне-крайне актуально было. Кроме того, очень сильно раздражает то, что, когда вы убиваете одного слезняка, остальные как будто чувствуют, что настала им попа, и нужно отсюда текать, и сразу же исчезают, даже если вы еще не успели до них дойти. То есть, грубо говоря, они могут почувствовать вас через стену и исчезнуть, что крайне сильно раздражает, и поэтому мне в очередной раз приходится выходить из игры и заходить в нее заново. Очередные мерцающие титаниты, очередные осколки зеленого титанита, и здесь, и сейчас вы увидите достаточно забавную вещь, а именно мое одновременно суперневезение и везение. Я лично такого еще не видел, но я не знал лично, что то, что сейчас произойдет, можно пережить. Вот так вот, народ, чтоб всем так везло. Не то, чтобы, конечно, я тут какие-то сокровища потерял бы, но если бы там было бы больше химейнити или больше душ, то пришлось бы топать вниз. После этого я сказал нахрен, все, меня это все достало, меня достало эта чертова локация, я больше не хочу здесь ходить за чертовыми слезняками, поэтому ну их всех нафиг. Прокачал себе свою алибарду до плюс четырех, если не ошибаюсь, и на этом решил остановиться. Ладно, народ, я надеюсь, вам этот эпизод понравился, если да, то подписывайтесь, ждите новое, лайкайте, рассказывайте друзьям и так далее, и так далее. Всем до скорого. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые, а также лайкайте, оценивайте и рассказывайте всему миру и каждому встречному, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр, с вами был Рик, до скорого.